Окраина кладбища, ряд свежих могил. Среди них выделяется одна, с рюмкой водки и бутербродом у фотографии покойника. Весь город знает, в могилу Алексея Носова свели коллекторы. Мужчина повесился во дворе своего дома. В предсмертной записке было два предложения. Я весь в долгах, простите. Грозились вытрясти всю душу и поджечь дом. Соседка Алексея боится показывать лицо, дескать, вышибалы, что трясли деньги с Носова, могут и ей отомстить за разговорчивость. Мужчина занял 25 тысяч рублей у кредитной организации в прошлом году на ремонт машины. Он работал таксистом. Вовремя отдать всю сумму не успел и долг оброс космическими процентами. Вместо 25 тысяч мужчину требовали вернуть уже 90. Смерть должника коллекторов не остановила. Они переключились на его родных. Они продолжают угрожать, они продолжают оскорблять, они продолжают всю семью просто морально изводить. Алексей Носов брал кредит в микрофинансовые организации. Их по всей России сейчас пруд в груди. Деньги здесь дают сразу, только по паспорту, без проверки платежеспособности заемщика и под огромный процент. Этот кредит мы пытались оформить на подставное лицо. Берешь 25 тысяч на 16 дней, отдать должен уже 33. Выходит, кредит под 730 процентов годовых. Хорошо, а если мне не получится в этот срок вернуть? Можете оплатить проценты и продлить договор еще на 16 дней. Сумма процентов получается от 25,8 тысяч процентов. Продевать можно 10 раз. Если человек не платит в срок, договор контора продает коллекторской фирме и на этом зарабатывает. Коллекторы, чтобы вернуть деньги, потраченные на покупку договора, начинают выбивать долг. Звонят с угрозами, разрисовывают двери и подъезды, заливают замки клеем и обрезают электропровода. Под давлением у людей сдают нервы и многие снова залезают в долги и платят. Или, как Алексей Носов, лезут в петлю. Жаловаться в полицию на вышибал бесполезно. Коллекторы меняют адреса, телефоны и названия фирм. Они фактически их владельцами рассматриваются как аналог контор рейкетных, по большому счету, которые когда-то были в 90-х годах. Работа микрофинансовых организаций с Индробанком разрешена, но не контролируется в той мере, как, например, деятельность банков. А коллекторские агентства и вовсе вне закона. Перекупать долги может хоть частное лицо. После смерти Алексея Носова депутаты Азбеста написали петицию Путину. Они просят запретить в стране этих современных ростовщиков микрофинансовые займы и конторы, которые их выдают. Сейчас под документом собирают подписи. Екатерина Подомарева, Илья Новиков. До настоящего времени.